У власти Ниццы, видно, не осталось других способов защитить город, раз в мэрии и местных жителей и туристов лишь просят сидеть дома и не собираться в людных местах. Но на той самой набережной променад Дезенгле, напротив огороженных плёнкой, фуры и трупов, толпы. Нет, не зевак, а выживших во вчерашней трагедии и пришедших, почтить память погибших. Рядом с цветами и свечами игрушки. Среди жертв не только французы, но и иностранцы со всех континентов. И много детей, маленьких детей, которые хотели вместе с семьями посмотреть на салют, разделить радость, восторг, а в итоге погибли. В то, как они погибли до сих пор, не может поверить страна, хотя кадры этой ночной драмы на экранах во всех телефонах. В разгар дня взятие Басилии, национального праздника Франции, в толпу отдыхающих под раскаты рок-музыки и салюта на полном ходу влетает грузовик. На скорости под 70 он давит людей и специально едет зигзагами, чтобы под колёсами оказалось ещё больше жертв. На земле повсюду лежали люди, много, очень много людей. Я старался на бегу не смотреть вниз, потому что это было слишком, слишком жутко. Уже днём в интернете появится портрет преступника. 31-летний Мохаммед Лаюш Булель, родом из Туниса. Документы на его имя обнаружат в грузовике. Жил на окраине Ниццы, регулярно имел проблемы с законом. Но, что важно, в списке исламистов ни в Тунисе, ни во Франции не значился. Он фигурировал в ряде судебных дел, но лишь однажды, в мае 2016-го, был осуждён формально за насилие с применением оружия. Ему был назначен судебный контроль в виде подписки о невыезде. Однако, важно разъяснить, что и так далее шла лишь о препирательствах в общественном месте между ним и другим водителем. В роли оружия выступил деревянный предмет, который он швырнул в обидчика. В переводе с чиновничего кровавую баню устроил мелкий преступник, для ликвидации которого, однако, пришлось полчаса дожидаться спецназа. В арендованном грузовике и с решётчанными пулями нашли боеприпасы. Возможно, изначально у убийцы был другой сценарий. Его склонность к радикальному исламу пока что не подтверждена, но вот о депрессивных наклонностях и крайне замкнутом образе жизни рассказывают сами соседи. Он странно дико глядел на нас, даже дверь перед носом захлопывал, когда мы за ним в дом заходили. Ненормальный какой-то. У меня вот двое дочерей, я за ними только и слежу. А он всегда уезжал один на велосипеде и только велосипедом своим занимался. На пляже Ницца лишь следы вчерашней трагедии. Горы, мусора, главный в стране праздник. Здесь отмечали тысячи человек. Коляски, которые в попыхах бросили родители, спасавшие своих детей. И никого. Это разгар сезона. С такими картинами прежде сталкивались лишь по ту сторону Средиземного моря. В Тунисе, Турции, Египте. Казалось, там отдых для тех, кто победней, а здесь для тех, кто побогаче. И этой райской гавани Лазурному берегу никакие шторма нипочём. Но этой ночью выяснилось, что перед угрозой террора равны все. И пассажиры чартеров, и владельцы яхт. Среди 84 погибших предположительно двое россиян. Русская речь в Ницце всюду. Елена и Ахат перебрались в соседнюю Бельгию в 90-х из Чечни. До этой ночи им казалось, что страшное в их жизни позади. А впереди отпуск в роскошной Ницце. Смотрели фейерверк? Да, мы пришли специально на праздник города, смотрели фейерверки. Когда фейерверки закончились, мы с детьми собрались идти на площадь. Тут везде концерты, выступления массовые были. И вот в этот момент это произошло. Побежали люди, паника, крики. Грузовик выехал, начал давить людей. Разлушать крики, рёв грузовика многим на берегу не давала громкая музыка и фейерверки. Какое-то время с одной стороны набережной уже умирали, а с другой ещё праздновали. Фейерверк едва закончился на набережной. Гремела живая музыка, всюду торговые ряды. И в этой круговерте тысячи людей. Понять, что творится, было невозможно. Во Франции трёхдневный траур, но ещё до его официального объявления. На самом шумом курорте страны мёртвый сезон. Отмененный концерт певицы Рианы, джазовый фестиваль, делал не только в их неуместности, но и в невозможности полиции дать гарантии безопасности. Вчера, в разгар праздничного салюта, её на этой набережной, говорят очевидцы, вообще почти не было. 20-тонному грузовику было достаточно лишь преодолеть заграждение из пластика, миновать двух полицейских и рвануть на толпу. Он раздавил полицейских и всех потом начал давить вот так. Я была вот прямо здесь, внизу, на пляже. Все люди побежали, я подняла детей. Родители коляски бросали в море. Я все поднимала на пляж, привет, вот там тоже. Все, была страшная паника. Потом мы убежали в Старую Ниццу, я слышала стрельба за моей спиной. Мне сказали, беги, я упала. Моих друзей собрала тоже. Никто не понимал, откуда. Все были растеряны. Девушки теряли, все обувь на полу была, люди в крови. Все на полу было, просто кошмар. 11 июля закончился чемпионат Евро. По ощущению, что они все ушли в отпуск. Так, прошел парад утром 14 июля, военная техника шла по пременаду, а вечером ни одного полицейского, ни одного жандарма, никого. Дело в том, что во время салюта выключает на это время свет. И вот за минуту-две выключает свет, начинается из двух этих корабликов салют. В это время все что угодно. Тут с моря можно, отсюда, сверху. Ни одного полицейского, ни одного. И я поэтому говорю, слушай, здесь вообще нет охраны. Предусмотрительность или предчувствие, но Алла Минина с дочерью с того самого пятачка в центре города уехали за несколько минут до теракта. Через 16 часов после этого на место трагедии, наконец, прибывает кортеж во главе с Франсуа Аландом. Чувства скорби у многих в толпе сменяются яростью. В сторону президента сыплются оскорбления и обвинения. Вслед правительством лимузином люди скандируют. Убийцы. Я живу в Ницце, и это снова случилось во Франции. Жить здесь больше небезопасно. Где была полиция? Где? Это бы ни при каких обстоятельствах не случилось в Калифорнии. Это все вина Алланда. Мой друг сейчас в больнице, ему ампутировали ногу. Это не наша вина, не вина французов. Это вина мировых политиков и в первую очередь Франсуа Алланда. Теракты будут происходить, если это случилось с нами, случится и с вами. Это должны остановить политики. После теракта в редакции Шарли Эбдо, расстрела парижан в концертном зале Батаклан, столичных ресторанах, трагедия в Ницце уже третья по счету для французских властей за последние полтора года. Больше двух сотен смертей столько не приходилось ни на одну другую европейскую страну. В обращении к нации Аллан заявляет о возобновлении в стране режима ЧП, который сам он лишь накануне называл уже ненужным, и призывает сплотиться перед врагом, борьба с которым теперь будет долгой. Но в Ницце этим вечером слышны призывы и к мирной борьбе против правительства и спецслужб, в который раз проявивших бессилие. Продолжение следует...